Всем огромный привет! Сегодня поговорим об уходе за черенками, а пока хочу показать свою новинку первоцветик АН Цыганская Душа. Селекционер Наталья Андреева. Не могу точно уловить на камеру натуральный цвет, цветы темно-бордовые, такая бархатная звезда, прям цвет бургунди, можно сказать, с фантазийными вкраплениями, но на камеру выглядит намного светлее. Я не очень знакома с ее селекцией. Вот один сорт в моей коллекции. Что касается самого цветения, фэнтези, конечно, маловато. Посмотрим уже в следующем цветении взрослой фиалки, как она зацветет. А вообще в этом году у меня сразу несколько новинок зацвели, прям детки, при материнском листе. И все по сорту, что очень радует. Этот листик укоренялся вот в 50-граммовом стаканчике. Очень быстро дал детку, правда одну. Вот она еще и зацвела. Такой вот цветоносик. Возможно, черенок укореню еще раз. В принципе, лист нормальный, можно поставить его еще раз на укоренение. А у вас есть сорта этого селекционера? Напишите, какие и капризны ли вы в уходе. А сейчас вставлю фрагмент, почему я использую теплички, как у меня укореняются листики и все об укоренении. В комментариях меня спрашивали, как у меня растут и развиваются укореняющиеся листики фиалок. На фитиле я их выращиваю или обычным методом поливаю. Значит, листики фиалок я никогда не ставлю на фитильный полив. Мне не нравится этот метод для черенков на укоренении. Я не вижу в нем смысла для себя. Объясню, почему. Новинки листиков, недавно приобретенных, их не так много. Они заняли у меня одну полку стеллажа, это 4 теплички. Стоят они у меня под подсветкой и один подоконник. Там еще тоже несколько тепличек стоит с черенками. Поэтому без проблем я их могу полить через верхний или нижний полив, когда придет время, когда это потребуется. Вот уже некоторые можно рассаживать, дали деток. Некоторые только проклевываются детки. Некоторые еще без деток сидят. Вот. Без проблем их можно полить обычным методом. Во-вторых, когда сажаешь листики, ставлю я их в тепличку, вот так под крышку. И примерно месяц туда не заглядываю. Там сохраняется влажность и месяц их можно не поливать. Спустя это время теплички потом можно открыть. Появляются первые детки. И проходит не так много времени, когда их уже надо рассаживать. Поэтому фитиль под укорененным черенком можно вполне успешно заменить размещением его в тепличку, либо в пакет, где будет соответствующая влажность, которая необходима, пока у черенка нет своей корневой системы. Установка фитиля в каждый стаканчик для укоренения именно черенка, на мой взгляд, это серьезная затрата времени. Это при том, что через несколько месяцев всю конструкцию фитиля придется убирать. Когда придет время, отсаживать деток по отдельности. К тому же, на мой взгляд, они занимают больше места на фитиле, нежели вы поставите их плотно в тепличку друг к другу. И тепличку еще вы можете поставить также друг на друга в коробке, либо в зип-пакете еще удобно укоренять. Можно зип-пакеты повесить где-то сбоку стеллажа. То есть, занимают они не так много места, на мой взгляд, нежели они будут стоять на фитиле. Но, конечно, если выращивается огромная коллекция фиалок, огромные масштабы и укореняемые черенки занимают несколько стеллажей, только сами черенки, не учитывая деток, не учитывая взрослых цветущих растений, то, возможно, есть смысл перевести именно черенки на фитильный полив. Ну, даже те, кто выращивает вот огромную коллекцию, многие просто выращивают их в тепличках, не используя фитильный полив. Вот. Что касается деток, то часть из них стоит у меня на фитиле. В следующий раз расскажу об основных моментах поподробнее. Пишите свои комментарии, используете ли вы для укореняющихся листиков фитильный полив. Оставляйте свой отзыв, нравится ли вам свои наблюдения. Пишите, будет интересно почитать.